Многое на нашей видновской земле связано с именем поэта Евгения Зубова. Уроки в школах, выставки, творческие вечера. Еще одна ступень в развитии культуры района – это зубовские чтения. Данный конкурс становится все более популярным и с каждым годом привлекает любителей и ценителей поэзии. Тему продолжит Лариса Вольнова. В этом году уже четвертый по счету фестиваль объединил 197 участников из Ленинского района и впервые из Москвы. Местные литераторы, поклонники поэзии, родные Евгения Зубова, школьники, собрались, чтобы в очередной раз насладиться творчеством поэта. С приветственным словом выступил председатель оргкомитета конкурса. Мы делаем хорошее дело, которое помогает и любить историю, и любить свою малую родину, и любить вот такие замечательные таланты, которые родятся на нашей земле, как Евгений Зубов. Читая стихи на выбранную тему, каждый конкурсант раскрывался по-своему. В мире много людей, которым нужно свои таланты развивать. И этот конкурс, может быть, даже и не только этот, помогает людям развивать их и показывать. Творческое наследие поэта-земляка – это настоящее сокровище. Почитатели таланта Зубова, читая и разучивая его стихи, словно продлевают их жизнь и дают им новое дыхание. Мелкий осенник, тревожа покой, что-то лопочет не смело, может, дорогу уходит другой, или земля опустела. Чтобы зрители могли тонко прочувствовать настроение произведения и насладиться выступлением конкурсантов, ребята готовились заранее. Я сегодня читала стихотворение Марии Моцарь. Мы его с мамой много раз повторяли, чтобы до конца выучить. Мы еще форму примеряли, чтобы хорошо подходило к рыбалке. Приятно отметить, что все участники были хорошо подготовлены, показывали высокий уровень знания текста, читали стихи выразительно. Надо, во-первых, быть спокойным, не переживать, не торопиться, читать все с выражением, соблюдать интонацию. Выступление участников оценивала профессиональная жюри. Мастера художественного слова придавали значение четкости речи, знанию текста, эмоциональности юных выступающих. Порхая, весело кружась, с невнятным шорохом, чуть слышно, снег опускается на крыши, на ветки голые и в грязь. Слушают ли, читают ли стихи любители и ценители литературы, они отдыхают душой. Фестиваль «Зубовские чтения» – одно из редких мест, где можно делать и то, и другое с особым чувством. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.